Агар-ми! Агар-ми! Именно так под громкие кличи болельщиков не жалея голосовых связок, ладоней, с яркими мотивирующими плакатами. Здесь встречают своих настоящих героев, решившихся показать на деле, каких усилий стоит семейное счастье. В этом году утверждать неизменный лозунг мероприятия «Моя семья – моя гордость» вызвались четыре семьи – Маслянка, Козинцевых, Ковальчук и Седышевых. Восемь лет назад в нашей школе совместно с настоятелем храма Николая Чудотворца начался такой проект семьи и духовного воспитания под названием «Семейная жемчужина». Как правило, это неделя либо декады, в рамках которой проходит целая серия тематических мероприятий в школе. Это и выставка творческих работ, и какие-то соревнования семейные. Это и такое направление, как часы общения, гармония души совместно с представителями Православной Церкви. Ну и завершает нашу семейную жемчужину всегда по традиции вот такая конкурсная программа «Моя семья – моя гордость», цель которой, конечно же, продемонстрировать позитивный опыт воспитания детей в семье и вообще позитивный опыт семейных ценностей. Ведь, наверное, самое главное, что есть в жизни, самый основной фундамент – это и есть семья в нашем государстве. Тем, кому это однажды перед судом компетентных судей доказать уже удалось, в 2020 году семья Абтыкаевых выпала другая, не менее почетная роль – быть ведущими. В числе независимых арбитров на этот раз представительницы Белорусского союза женщин, Мозырского НПЗ, Сользавода, Машинстроительного завода и Беларусьбанка. Именно на них обрушили обаяние своего семейного счастья конкурсанты. Первое задание, казалось бы, ожидаемо – ответить на вопросы, какие цветы нравятся маме и какое любимое блюдо у отца семейства. И тут же самый каверзный вопрос в духе нашего времени – кто из родителей больше сидит за компьютером? Впрочем, знакомство с современными технологиями здесь скорее приветствуется. С помощью видеовизитки можно переместиться к теплу домашнего очага. Или, например, узнать кулинарный секрет – как картофель завернуть в макароны. Как бы мы ни старались, вот такую картошку мы в макароны никак не запихнем. Поэтому мы ее сварим. Ну что, сделаем макароны? Ну что, вот и настало время завернуть картошечку в макароны. Теперь осталось заправить все выжиренным салком. Кто-то играет на фортепиано, а кто-то танцует в Алексис. Увлекается волейболом, создает своими руками мебель или устраивает детские праздники. Талантливые, находчивые, креативные. В отношении родителей тут же замечание – есть кого расти. В отношении детей совершенно без иронии. Яблони от яблони. Нас не заставляли, нет, конечно. Мы за развитие детей наших. Да, и для нас праздники – это очень ценно. И мы хотим здесь донести ту идею, чтобы взрослые играли с детьми. Это очень важно, потому что дети запоминают яркие моменты. Наша семья очень интересная, творческая. Мы будем показывать две шоу-программы – шоу мыльных пузырей и шоу сладкой ваты. Что им стоит дом построить и уж тем более пройти конкурсные испытания, когда друг к другу все это время они сохраняют любовь, верность, уважение, проявляя терпение и заботу. Похоже, именно так, не стесняя своих чувств, должна и выглядеть победа. К слову, каждая из семей стала ауреатом в одной из номинаций конкурса. А право называться «Моя семья – моя гордость» в 2023 году досталось семье Вячеслава и Анастасии Седышевых, отец троих детей и обладатель звания «Лучший строитель Республики Беларусь». Вот уж кто точно знает, на каком фундаменте держится семейное счастье. Это самая главная роль мужчины, чтобы сохранять семью. Нужно трудиться над этим. Девчонок в особенности для папы это радость какая-то, и нужно их поддерживать, показывать свою мужскую любовь. Я не знаю, для меня это важно. Это самая важная роль. Семья у нас самая лучшая, родители поддерживают везде. Ну, друг друга мы любим. Наша семья должна победить в этом конкурсе, потому что наша семья самая веселая, дружная, креативная, веселая, энергичная. Залог семейного счастья в любви, в поддержке, в понимании. Самое главное. Фестиваль семейных талантов и конкурс, в котором нельзя упустить чемпионский титул. А можно на правах знатоков уже в следующем учебном году встречать новых претендентов. Название «Моя семья – моя гордость». Вячеслав Препеснов, телеканал «Мозырь».